Наверное, мы боги сегодня просто. Это мое мнение. Мы боги сегодня. Какое дно! Что они делают? Ой, какой ужас. Это же невозможно слушать. Проблема не в Дане Милохине. Проблема в наших детях. Человек, который не нуждается сегодня в рекламе, в Моргенштейн. Не в нем проблема. В потребителе. Они не гиии! Как можно подумать по клипу? Они братья. Но это не меняет того, что это фуфло свамое. Всегда хорошая водка. Много виски, много водки, много коньяка. Всем привет! С вами группа Тестостерон. Сегодня мы будем общаться и петь. Полную версию нашего интервью вы можете посмотреть на YouTube-канале Страна.ФМ. Подписывайтесь и ставьте лайк. Пару слов о нас, о группе Тестостерон. Родились мы в славном городе Алма-Ата. Тогда еще назывался. Сейчас это город Алматы. Это Казахстан. Тогда это была Казахская ССР. Затем мы с семьей переехали в 98-м году в Калининград. В самую западную точку нашей страны. Ну а сейчас мы здесь перед вами. Значит, мы чего-то достигли. Валерий! Что с тобой? Да ничего. Происходит. Вообще не могу понять. В каком там плава, блядь, которое вообще никому не понятно. Ну не важно, брат. Вот я такой. У меня сегодня вот такое настроение. Я хочу подарить его вам, дорогие зрители. Пару слов о нашем творчестве. Я думаю, что это будет более корректный ответ на поставленный вопрос свыше. Существуем мы как музыкальный коллектив уже шестой год, если не ошибаюсь. Да, шестой год. И ничего не достигли коллектива. Есть на нашем счету около 30 музыкальных композиций. А именно альбом, релиз которого состоялся в 2015 году. Альбом назывался «Лети». Достаточно успешно он прошел для нас. Слушатели обратили на него внимание, критики тоже. Попадал он в всевозможные чарты. А именно. В топ-20 iTunes. Пожалуйста. Чарты iTunes тогда это было. Billboard Hot 100. Не дотянул немножко до грэмми тоже. Но до граммофона песенка «Это не женщина, это беда» дотянула. Номинированно клип был на премию РУТВ. То есть первый альбом и вообще наш старт, наш релиз состоялся, как мы себя субъективно оцениваем, очень даже успешно с вашей помощью, наши дорогие зрители. Потом пошла целая череда синглов. Почему мы не стали больше выпускать альбом? Потому что с точки зрения гастролей, с точки зрения того, чтобы нас приглашали на всевозможные площадки, где требуется формат выступления от 40 минут, нам нужно было дать понять заказчикам, вообще приглашающей стороне, что у нас есть материал, с которым мы могли бы выступить. Вот потому была необходимость выпустить сразу альбом. Но материала было много с запасом, альбома, наверное, на два. Выбрали, на мой взгляд, самые сильные песни и выпустили этот альбом. А потом начали выпускать уже по синглам, потому что альбом такая вещь неоднозначная. Сейчас слушатели долго и глубоко не углубляются, не знакомятся с творчеством. Вот вышел альбом, слушают из него синглы. Такая ситуация. Вот сейчас вся наша жизнь находится здесь, в наших гаджетах. И даже часто, сидя в такси, вы, наверное, замечаете, что играет та или иная радиостанция, к примеру, Яндекс или ВКонтакте. И идет подряд плейлист. И наверняка половину песен вы даже не запомните. Поэтому с альбомом происходит такая вещь, что не все песни доходят до слушателя, а нам, как авторам, очень важно, чтобы каждая песня была вами услышана, потому что все, что мы делаем, это делаем для вас. Даже когда писали альбом «Лети», по нашей оценке, да и по оценке программных редакторов радиостанции, там были очень сильные песни, и нам все задавали вопрос, а вам не жалко было это в альбоме? Ведь это все затеряется. На самом деле из альбома можно выделить три песни, которые стали синглами. Это «Хочу любить», это «Скучаю по тебе», это «Женщина», это «Беда». Только «Хочу любить» она не была в альбоме, ты путаешь. Она была уже позже синглом издана, «Трест» не была из альбома, но не так важно. В общем, много песен мы издали за это время, не останавливаемся. Каждые три месяца выпускаем мы песни, сингл. И стараемся на каждую из них делать видео. На них стараемся сделать видео, да. Развиваем свои соцсети, поэтому очень любим мы это занятие. Это дело мы любим. Это дело мы действительно любим, в отличие от других многих дел, непристойных. Как намекнул мой Валерий, брат. Кстати, мой Валерий, брат, это мой брат. Ладно, все хорошо, брат. Сколько лет уже нашему творческому солизу скажи? Шесть. Я делаю паузу, потому что это будет вылезать. Никто не будет этого вылезать, потому что это энергетика, это общение, энергетика нашего с тобой общения. Поэтому ты не переживай. Расслабься. Ты будешь напряженно? Продолжаем. Не знаю, как насчет трех языков, но на двух языках точно. Песня называется «Сори, детка». Кто не успел послушать, обязательно послушайте. Мы вложили, как и во все наши песни, очень много души, сердца. Вложили деньги, да, как во все наши песни? В наше время без этого, к сожалению, никак. Потому что реклама, даже в Ютьюбе, она стоит некоторых сумм денег. Мы с Валерией посидели, посидели в студии, даже немножко поприкалывались и приняли одно решение. Почему бы нам не попробовать издать песню на трех языках? У нас был опыт уже написания песен на английском языке. Есть песня «Лэйди», также можете с ней ознакомиться. Есть еще одна песня, которую мы не издали, но она ждет своего лучшего часа, тоже на английском языке. А у нас даже на итальянском есть песня, называется «Тиамо». Тоже можете посмотреть. Такое достаточно небанальное название, очень серьезное название. Тоже мы так над ним крапели, думали. Но на испанском у нас еще не было песен. Тем более это очень большой, динамично развивающийся рынок испаноязычной музыки. Более того, там население очень, скажем так, очень охотно и очень, я бы сказал, весело принимает новинки и распространяет. Если, конечно, песня понравится и будет достойное внимания испаноязычной публики. Поэтому мы решили попробовать, почему бы и нет. Насчет английского мы думаем. Мою версию я тебе расскажу. Она будет не сильно отличаться от версии Андрея. Мы любим латиноамериканскую музыку, любим испанскую музыку, в частности, испанскую. И далась идея не просто так, что мы посидели, как Андрей вскользь упомянул, поприкалывались. Дело в том, что некоторые песни не навевают тебе какие-то мысли. Ты слушаешь свою же песню и думаешь, она бы хорошо звучала на таком-то языке. Так как у нас в голове каталог большой, у каждого, да вообще любого музыканта большой каталог, все мы много очень слушаем. Пришла мысль такая, Андрею, о том, что давай сделаем вот песню Тиамок, давай сделаем, ты ангел, русская песня, давай сделаем ее на итальянском языке. И я так в голове быстро прокрутил, так какие-то слова набросал, без смысла, потому что похвастаться знанием итальянского не можем, но просто много музыки слушали и пели, переводы читали, конечно, но не учили, английский учили. И так же пришла мысль с испанским языком, потому что Андрей сказал, слушай, вот готовая песня есть, тебе не кажется, что она хорошо на испанском будет звучать? Я говорю, кажется. А потом мы пришли к выводу, что это может быть еще и интересно с точки зрения развития рынка своего личного, своего слушателя. Сейчас время стриминга, время стримов и время, в принципе, безграничных возможностей, когда выкладывая свою песню в музыкальные всяческие витрины, для тех, кто не понимает, это Apple у нас, ВКонтакте, Яндекс.Музыка, Сберзвук, Google Play. Эта песня может оказаться в самом отдаленном уголке нашей планеты и может найти там своего слушателя, поэтому почему бы... Если мама полетит отдыхать. Почему бы этими возможностями... Почему бы этими возможностями не воспользоваться? Какое дно! Что они делают? Знаешь, когда... Ой, какой ужас. Это же невозможно слушать. Да нет, все хорошо происходит с российской музыкой. Российская музыка развивается очень круто и можно гордиться тем, что мы видим. Она никогда вообще не была плохой. Как рухнула стена, хлынуло много всего. Вот много качественной одежды, много некачественной одежды, много хороших автомобилей, много убитых дров. То же самое и с музыкой. Нам разрешили делать любую музыку. Стали делать много дров, появились поющие трусы, появились очень достойные коллективы. Это и есть наша школа, наша база. Конкуренция. Я договорю, Андрей, с твоего позволения. И вот я бы не брал динамику развития за последние пять лет, я бы взял за последние тридцать лет. Если мы посмотрим, что у нас было, наша поп-музыка насчитает с десяток сильных артистов. Ну, что было тогда популярно? То, что мы сейчас уже, наверное, не очень слушаем, но уважаем. Ну, Виктор Отцов, я хоть он и альтернативщик такой, можно его отнести к популярной музыке, потому что он был бешено популярен. Ирина Аллегрова, поп-музыка. Сейчас не буду перечислять по жанрам. Ирина Аллегрова. Филипп Киркоров делал очень крутую музыку в свое время. Да, сейчас он где-то, может быть, не нам давать оценку, где-то интрируется в что-то современное, видит как-то по-своему свой путь. Но он давал крутой продукт, нет-нет, и сейчас дает. Из крутого была, 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 рок-проекты возьмем. Сейчас были ДДТ, Агата Кристи, Земфира. Сейчас не буду перечислять. То есть было очень много крутой музыки. Сейчас новая пора пришла. Во-первых, все более стремительно меняется и появляются артисты каждый день. Чарты обновляются раз в две недели. Какой раз в каждую неделю? Порой открываешь тот же топ-чарт ВКонтакте, это большой показатель. Он прям меняется буквально посуточно, ежесуточно. Как оценим музыку? Музыку оценю очень хорошо. То же самое, как и во всем мире, так же, как у нас в 90-е годы. Много отстоя и много очень хорошей качественной музыки. Сам саунд, саунд имеется в виду вот инженерия песни, она выросла до небывалых высот, которых мы никогда не видели. У нас сейчас очень крутой в России звук. Сейчас если послушать какую-то качественную песню, которая попадает заслуженно в чарты, потому что есть обходные пути, все мы о них знаем, то это очень качественная музыка, как правильно. Музыкальная составляющая, как композиции, но это дело на любителя. Если слушают широкие массы, значит круто. Поэтому я оценю очень хорошо и российский рынок развивается очень круто. У меня иная точка зрения, безусловно, уважаю точку зрения своего брата. Моего Валерии. Моего Валерии, брата, коллеги. Я сам себе задаю такой вопрос. Вопрос заключается, как нация, как страна, как государство, которому принадлежат такие имена, как, начнем с Цоя, Пушкин, Достоевский. Литература нашей страны в мире признана, наверное, номер один. Наверное, самоуважаемая. И как в этой стране появляется такой, я извиняюсь, шлак. У меня эмоции переполняют. Я не буду говорить про нашу музыку, оставим ее на оценку слушателей. На ваш суд ее ставим. Она может нравиться, может не нравиться, но, по крайней мере, мы стараемся, чтобы язык был литературный. Чтобы наших клипов не было голых с накачанными губами. Не хочу вас обидеть, девушки, вы все для нас прекрасные. Но мы любим естественную красоту. Вот с такими вот шестым размером силиконовыми. Вы извините, но это не эстетика. Про язык, литературу и речи я вообще молчу. Мат. Через каждое слово можете меня запикать сучка, 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 отсосать. Для меня это не музыка, это катастрофа, это падение культуры, это падение вообще всех ориентиров. Вы знаете, допустим, мне обидно, мне неприятно, и самое главное, мы все время говорим, что загнивающий запад, 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 все пришло с запада. Вы послушайте западную музыку, вы послушайте тот же самый рэп, слушаешь качество, действительно, качество звука, качество сведения, нет у нас качества. Да есть у нас качество. Очень, вот бидва, это качество, но извините меня, это музыка, которая пришла к нам с 90. Это мое мнение, я никому не навязываю, имея на него право. Говоря о русской попсе, то бишь о нас, но не буду в противовес, опять же, настаивать всем, но мы сидим, каждый звук в студии с нашим саунд-продюсером, вырабатываем каждую ноточку, каждую партиечку придумываем. Вот, кстати, молодой человек, это на его плечах, эта работа. Над каждым словом задумаемся, если где-то в микрофоне чуть-чуть услышали шепелявень или еще что-то, какие-то наши дефекты, все это пытаемся вылезать, потому что у нас ориентиры, мы стараемся, чтобы нам самим нравилось, чтобы мы сами включили в автомобили и получали от этого удовольствие. Половину нашей музыки включишь, муть, шепелявенье, корявость и одна поспосочная бочка. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Такое ощущение, что купили трек, так, наверное, и есть, в интернете и наложили на него слова. Не каждый исполнитель за рубежом сегодня уикенд, и не каждый Ариана Гранде. Там тоже полно шлака и тоже полно прямой бочки. Но они не становятся такими популярными. Хорошо, во времена Толстого и Достоевского тоже не каждый, кто писал, стал популярным и признанным. Да, на уровень сегодня очень общая культура российской. Мне стыдно. Я свое мнение высказал. Дэв Лепард, знаешь, чей? Даня Милохина. Даня Милохина. Не первый, не последний. И не собирает. Я Чабаде с ним смотрел, заклевали там ребенка бедного. Да. Вот, это я смотрел. Сын у меня, угадай где, я дома там, или что-то такое. Это да, это я слышал. Ну, это же для детей, но господи, это не музыка. Я думаю, что он не претендует на музыку. Есть медиапродукт? Вот именно. А есть музыка, есть культура, есть опять же медиапродукт. Это медиапродукт. Если он работает, просит бабки, значит это медиапродукт хороший. Да, это продукт, это бизнес. Если он приносит действительно прибыль, то проблема не в Дане Милохине. Проблема... В наших детях. Человек этот не нуждается сегодня в рекламе, в Моргенштейн, не в нем проблема. В потребителе спрос рождает предложение. Поэтому... Не сегодня. Были группы Erasure, были группы там, я не знаю, Вакуум. Они все брали эпатажем. Эпатаж всегда работал. Это то, что работает на социуме. Шоу, медиапродукт. Поэтому, как музыка, никак не оцениваем. Это местечковый цирк Дюссалей. Да? Давайте... У меня плейеристов много. У меня музыку можно... Вот я Apple Music, я пользовался пиратскими сервисами к моему большому стыду. Я не знал, что такое удобный интерфейс. Теперь я где-то год пользуюсь Apple Music, и у меня музыки где-то на... в пять суток можно его кручать. Последняя песня LP меня зацепила. One Last Time. Джордж Бессон я у Валерии украл. Give Me The Night песня. Это перечисляю, которая... Нет, ты не песня, ты о исполнителе говоришь. Исполнителе говорю, да. Fleetwood Mac, мне очень нравится эта группа. Офигенная. Дэвид Боуэй. Это из современного тебе говорят. Да какая разница? А ты отвечаешь в 73-й год. Валера? Ладно, хорошо. Так убедитель, из современного или нет? Такой ты, конечно. Дафт-панк, но я считаю, это еще современная музыка. Weekend из современного. Ну, опять-таки, LP я уже ее назвал. Дорофеева есть. У меня есть плейлист, который можно назвать «Мусорка». Почему «Мусорка»? Не привязываясь к жанрам, не привязываясь к языку, не привязываясь ко времени, там все подряд. Есть же рок, есть сол, есть еще несколько плейлистов, тоже не там на сутки. Шоу-мэндус есть. Абсолютно верно. Значит, мой плейлист, вчера я добавил «Пицца-улыбка», вчера я добавил «Елиана Карулова». Это не свойственная мне вообще песня, но они обе классные, мне не обе понравились. Какой плейлист называется? Просто называется «Новый плейлист». И новый плейлист, правда, называется. Вот, потом Роберт Долонг «Don't wait up», Элли Броук «No good». Хорошая песня, кстати. Это не современная, брат, это уже старенькая очень песня. Хорошо. Значит, Раим Двигатца, это, по-моему, казахский исполнитель, и Хару Ракета. Я тебе не показывал, помнишь, мы были с тобой на мероприятии, и пел «Паренек», еще не была издана песня. Помнишь? Бочечка, сколько положено. Бочечка и все. Ты даже не слушал песни. Да я уже понял. Восьмидесятый, типа уикенда что-то, но очень прикольно. Вот это последние пять песен, что я добавил. Выше идет у меня... У меня есть моя кристаллинская. В 60-е годы, правда? «Ковакс» есть, «Дайлор Свифт» последний альбом мне очень понравился, очень прикольный. «Эд Ширан» есть из предпоследнего альбома песни. Вот, а так вообще, конечно, знаете, как говорят, что люди любят новые шутки и старую музыку. Я слушаю, как правило, проверенную музыку, старую. Новая, если что-то очень мне придется по вкусу, тогда слушаю. Вообще вопрос... Новинок не так много, да? Недискутивный. И я поддерживаю моего Валерия Брата. Вот такая история. Вот, если посмотреть, допустим, из того, чаще я слушаю рок-плейлист свой, но тут у меня много брит-рока. То есть я скажу, что «The Cure» есть, есть «Blass Arms». Мне очень нравится современная британская группа «Blass Arms». Они приезжали в Москву, я не был на концерте, я не был ни на одном концерте в своей жизни. Стыд мне и позор. «Кисс», ну, они американцы. Ричард Эшкрафт, это который из Верф, Джон Леннон, МГМТ, они, по-моему, новозеландцы или австралийцы. «Betles», «The Flappard», «U2», «Uriah Hip». В общем, то тоже очень большой плейлист на 42 часа. Итальянский плейлист есть, есть плейлист, называется он у меня «Самолет». У нас есть еще францесс. Всевозможная нежная музыка. «El de Barge», «Ya Safari», мне нравится. «Richard Marks», «Brian Adams». «Martica» мне понравилась. Это старая очень исполнительница, она возглавляла Billboard Hot 100 в Штатах. У нее были популярные песни, но сейчас они все забыли у нас. У нас ее, наверное, особо и не знали. Но это такая нежная музыка, поэтому она в этом плейлисте. «El de Nek» нравится, очень ей люблю. В общем, как правило, еще раз говорит, старая музыка, новинки. Прямо если очень какая-то понравилась, то я слушаю. Андрей матерится, как сапожник. Но в быту, в миру, в миру. То есть мы не приемлем мат в массы. Посмотрите нашу передачу, это со строн ХЗ. просто мы выросли за пять лет, наверное. Да. Да. Про мат говорим. Да хуйня материмся. Хорошо, что не прямой эфир. Мне почему-то кажется, что да. Можем дискутировать. Мне кажется, что нет. Ну что, ну блин, ну все. Ну для, наверное, определенной аудитории молодежной, а молодежь двигатель прогресса, и самый активный, кстати, покупатель, и в тех же самых стриминговых сервисах, это молодежь. Поэтому молодежи мат сейчас в моде, к сожалению. Вопрос обстоял, как я понял, не так. Является ли мат в музыке, грубо говоря, гарантом успеха? Нет. Не является. Не является. Мне почему-то кажется, что является, но вопрос опять-таки дискутивный, каждый может остаться при своем мнении. Я пройдусь по пунктам. Давай. Должно быть качество, должны быть какие-то запоминающиеся, опять же, связки слов, в которых присутствуют маты. То есть должна быть хит-фраза в любом случае, чтобы это стало хитом. Матное или матное не имеет значения? Матное или нематное значение не имеет. Мат может дать плюс, потому что публика тянется сейчас за андеграундовостью, за тем, чтобы это не было мейнстримом, мат гарантирует, что эта песня не попадет на радио. Если ты в Ютубе это взорвешь, в соцсетях взорвешь, то это, вероятнее всего, сработает. Но нужно вложить много денег в продвижение, нужно снять хорошее видео, сделать хороший, хороший саунд, чтобы все было ярко, чтобы все было не банально. То есть, если там уж присутствует мат, то должна быть тема какая-нибудь из ряда вон, и ты должен тоже выглядеть из ряда вон. И если ты вложишь хорошие деньги в продвижение и резко сумеешь поднять это в топы, делается следующим образом. Реклама в Ютуб, покупаются плейлисты ВКонтакте, покупаются плейлисты где-то в других соцсетях. Если ты все это одновременно купил за 3-4-5 миллионов рублей. Делается таргетированная реклама, посевы по группам в соцсетях. Ну, я думаю, что было понятно лучше говорить. Да, Валер, сейчас все уже понятно. Но мат не исключает успеха. Не пользуюсь вопроса. Мат не делает песню хитом. Если речь только о мате. То есть должна быть все-таки общий, хороший образ. Хороший в плане успешности финансовой. Если он успешен и там есть мат, это может хорошо сработать. Просто так поматериться, сказать, записать и все и записать это под гитары. Это длинный должен быть пик. Это не будет хитом точно. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу! Там нет мата. Но там есть странный парень с засаленными волосами и неожиданная атака. Неожиданная атака. И оно работает. Сработало. Вот, ну, мне кажется, так. Я слушал блатные альбомы Высоцкого. Я слушал Роя Орбисона такой скачок. Слушал Элвиса Пресли. Очень любил. Любимая группа в подростковом возрасте лет 14-15 была моя группа Аэросмит. То есть тогда я уже слушал музыку взрослую. Родители не слушали Аэросмит. Родители не слушали Роя Орбисона и Элвиса Пресли. Они слушали другую музыку, неплохую. Ее мы тоже слушаем. Ну, короче, тоже какую-то старую музыку американскую, английскую в основном. Очень любила Зимфиру. Русский рок любила, люблю очень сильно. Так как мы выросли в одной семье и мой Валерий брат он является моим братом и слушал примерно то же самое, что он. Да, мою музыку слушал. Да. Ну, я выделял более, наверное, Элвиса Пресли для себя. Для меня он до сих пор является неким ориентиром, кумиром. Авраум Руссо не является моим кумиром. Том Джонс. Мой любимый исполнитель, вокалист Том Джонс. Да. Вот Том Джонс я хотел сказать, чтобы олиметь. Мой любимый вокалист Том Джонс. Моя любимая аэро-группа Аэросмит была, ну, потому что сейчас уже наслушал уже сильно много их слушал. Я очень сильно любил и люблю Челентано. Причем последние его альбомы уже возрастные. Предпоследние. Предпоследние, да. Предпоследние, последние, они тоже, они все хорошие. Последние не очень. Короче, Челентано. Тоже люблю. Безусловно, отвели нас музыкальную школу и гордились и радовались, когда мы на фортепианом. И потом валяли то же самое. Это когда левая от правой руки отстоял, получается, и все хорошо было. У нас в соцсетях действительно немалое количество подписчиков. Купленных подписчиков? Нет, конечно. И мы бы не назвали их подписчиками, мы бы назвали их нашими преданными слушателями, потому что это очень активные люди. Это люди, которые нас всегда поддерживают и какие-то неприятные моменты, даже когда бывают неудачные релизы, неудачные песни, которые не вошли в массы. Нас всегда поддерживает наша публика, они нас любят и, конечно же, наше мнение для них является очень важным. И я думаю, что на нас ориентируется значительная часть нашей аудитории. Андрей перешел плавно в другой вопрос, и я начал крутить в голове, как бы я на него ответил, что кто такие наши подписчики для нас. Я в детстве, мне кажется, был отсталым ребенком достаточно. Среди них нет нормальных. Я был, да, ребенком таким, который как-то смотрит сказочно на мир. И вот наших подписчиков я принимаю как близких людей на полном серьезе. Когда нам пишут, мы прям переписываемся с этим, отвечаем всегда на все животрепещущие вопросы. На концертах подолгу остаемся, общаемся. Фотографируемся. Ну-ка, мы фотографируемся, это ладно. Многие нет. Большой коннект у нас с нашими слушателями. Являемся ли мы для ними авторитетом? Я не знаю, мы не настолько социально активны вообще элементы, чтобы мы какую-то здраво-пропагандистскую работу вели, и где-то наше мнение учитывалось бы, как мерило, чего бы то ни было. Мы не высказываемся на политические темы, мы не берем остро-социальные темы, хотя пиарщики советуют этим заниматься. Но мы для себя выбрали, что должна быть музыка и наше творчество, вот мы. И все. Поэтому, ну, то есть, мы не проверяли этого. Наверное, наша преданная база, наши друзья, наши слушатели, если мы резко выскажемся на какую-то тему, я думаю, что на нас подписаны не хочу никого обидеть, ну, не бездумные назову люди, думающие люди, которые, если мы адекватно выскажемся на какую-то тему и привлечем к ней внимание наших слушателей, я думаю, что они откликнутся. Если мы какую-то дурь будем им дичь впаривать, то я думаю, что... Они начнут нас отписываться. Отписываться, может быть, не начнут, напишут, ребят, вы толкаете какую-то чушь. Потому что, когда они не соглашаются с нашим мнением, они нам об этом пишут. Может быть, почему я начал издалека, это следствие того, что мы как раз-таки достаточно тесно общаемся, переписываемся и так далее, и у нас впереди перешагнута грань между нами. Я бы не сказал, что она какая-то чёткая существует. И, возможно, в этой связи наши слушатели тире друзья не боятся высказываться нам в ответ. Вот мне так это видится. То есть я бы не сказал, что мы какие-то большие авторитеты для них ну, конечно, мы ничего плохого не делаем, какие-то маргиналы на нас не подписаны, и мы друг другу, наверное, соответствуем. Поэтому у нас аудитория 25+, в основном, женщины. И мы очень рады этому, мы кайфуем от этого. Ну, я не знаю, если мы вдруг в каком-нибудь неформальном образе предстали перед ним, они бы нас осудили. Если бы мы стали говорить, что это классно, давайте все так, им бы это не понравилось, потому что у нас своя действительно публика, вот своя, может быть, на многих даже не похоже. Чтобы это проверить, как люди отреагируют на наши призывы и окажутся ли они действенными, нужно что-то экстравагантное, очень, чему-то очень экстравагантному призвать, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Я думаю, что если это будет какая-то чушь, как я уже сказал, скорее всего, отреагируют, как нормальные взрослые люди, выскажут свое мнение, чтобы они слепо пошли делать какую-то хрень, потому что мы так сказали, точно нет. Нам еще через столько предстоит пройти. Знаете, испытаний, на самом деле, очень много. Чтобы донести до вас свою музыку, приходится проделать очень большой-большой путь. Во-первых, все-таки не угадаешь, какая песня, какой релиз, скажем так, дойдет до общественных масс, и, конечно, каждая песня, это как дитя, и бывают успешные дети, бывают не очень успешные, а путь действительно долгий. Во-первых, дети бывают дебилами, как и сказал Валерий ранее, очень от многого зависит факторов, и все они должны сойтись. Фактор номер один, качественная музыка, хорошая, все равно, надо же быть хороший, качественный продукт, потому что те же самые радиостанции, если говорить о них, они никогда не возьмут песню. Каждый хочет видеть у себя в эфире качественную музыку, это первое. Второе, она должна соответствовать каким-то там трендам, все равно, современности. У нас немножко песни так сложилось, что с ноткой винтажа, но сейчас это модно, и нам повезло. Это, наверное, второй фактор, третий фактор, работа с соцсетями. И нужно правильно работать, нужно не наткнуться на нечестных, недобропорядочных SMM-менеджеров, SMM-щиков, если говорить просто, это третий фактор, работа с соцсетями. Четвертый фактор, лейбл. Лейбл тоже очень значимая связка между аудиторией и музыкантом, потому что задача лейбла состоит в том, чтобы правильно провести релиз и соединить музыканта и потребителя, слушателя. и здесь очень важно работать в музыкальных витринах, опять же, Apple, iTunes и так далее, там есть свои плейлисты. И вот лейбл работает над тем, чтобы песня попала в тот или иной, или артист попал в тот или иной плейлист, и есть больше шансов, что аудитория увидит в том или ином плейлисте, например, плейлист романтика, плейлист лучшие роковые релизы месяца. И вот если у вас увидят в этом плейлисте любители рока, особенно если в верхней части этого плейлиста, соответственно, больше людей увидят эту музыку и в зависимости от того, хорошая эта песня или плохая, большее количество людей ее прослушает, скачает и так далее. Поэтому вот эти факторы, работа с соцсетями, качественный продукт, радиостанции, лейбл является очень большими и значимыми моментами в донесении продукта, музыкального продукта до слушателя. И все эти факторы должны срастись, все до одного. Тогда все получится. И это очень тяжелый путь. И каждый раз, несмотря на то, что мы уже достигли определенной планки, конечно, не то, чего нам хотелось, потому что люди целеустремленные, амбициозные, будем идти, 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 делать то, что нам нравится, а именно творить, писать, выпускать клипы, выпускать песни. И каждый раз мы натыкаемся то на одну, то на вторую, то на третью проблему. И очень часто все идет не по плану, все идет к комам, все идет к чертям собачьим. И это очень сильно трепет и портит наши нервы. Пройти нужно через многое, чтобы что-то начало получаться в музыкальной сфере. Нужно угадать с песней. Если даже ты угадал, должно быть слишком много стечений обстоятельств, должно быть много удачи, чтобы песня стала заметной, я не говорю про хит. Вот если она стала заметной, вероятнее всего у вас не опустятся руки. Для нас это уже казино, в которое мы, к сожалению, тема денег здесь будет затрагиваться наверное не один раз, потому что музыка и деньги неразлучны. На какую песню поставить на рулетке? Дело не только в этом, дело еще и в том, что вот ты запускаешь песню, тебе нужно снять клип, сделать продакшн, сделать какую-то рекламу к ней, чтобы она была замечена. Вот и все. Кем бы ты ни был, в любом случае это надо сделать. Поэтому нужно, если не получилось первой песни и не опускать руки, нужно не сдаваться, искать пути, искать людей, все делают люди прежде всего. Нужно искать единомышленников, которые тебя поддержат в той или иной ипостаси музыкальной деятельности, будь то видео, будь то то же самое с СММ и так далее. Поэтому прежде всего должна быть удача. Испытания какие? Прежде всего непорядочные люди. Второе испытание — испытания самим собой. Ты должен преодолеть грядущие разочарования, которые неминуемы. Если мы посмотрим великих артистов, то все они рассказывают какие-то вообще сумасшедшие, почти трагические истории, через что им приходилось. Только сильные выдерживали. Здесь нужна вера в себя. Самое большое препятствие — это борьба с собой, когда у тебя опускаются руки. А руки опускаются очень часто. Но в нашем случае мы как-то так устроены, чем бы мы ни занимались. Мы не занимаемся не только музыкой, они у нас не опускаются. Вот в голове какое-то, опять же, что-то сказочное у меня в голове происходит, что я думаю, вот, все великие через это проходили, и ты обязательно, значит, будет все круто, раз не получается. Вот какое-то такое внутреннее чувство, мне кажется, оно и есть двигатель прогресса. То есть мы берем априори, что у нас классная музыка, мы очень талантливые, у нас красивый голос, все есть. Мы самые крутые. А теперь, не мы вообще, гипотетический артист. А теперь мы должны пройти через целую гору всевозможных препятствий. Мы должны попасть на хорошие площадки, мы должны попасть на каналы, мы должны попасть на радио, мы должны попасть в плейлисты, мы должны быть интересны блогерам. Это все должно быть. У нас есть то одно, то есть другое, иногда есть все вместе. Это очень тяжело. Вера в себя. Я люблю первый высказаться, что потом меня покритиковали и послушать, что когда уже... Когда ничего не остается, сказать повторить за мной. Это не мой ребенок. И нужно что-то придумывать. Рассказываю. Тикток совершенно не наша история. Вот совершенно не наша история. Мы пытались. Мы пробовали. Мы пробовали. Но не получается, ни одно видео, ни в топ никуда не залетело. Но! Ну да, дяди бородатых, что мы там можем показать? Дядьки каких-то на детском поле играет. Хотя сейчас я периодически листаю, прикорется по роду своего такс деятельности изучать все эти новые тенденции. Я уже Валерии говорю, давай сейчас опять наберемся сил. Это сейчас будет третий у нас заход перед следующей песней. Нет, не будет. Я не... Вот тут я не готов бороться с собой. Другой заход. Я куплет песни спел, ты куплет песни спел. Смонтировали. Я в Грузии. Ты Армении и Кавказ. У нас один есть песня. Одна у нас такая. Ты сосед мой, ты земляк, я вино пью, ты коньяк. Смешно? Ну, смотрите. Тикток, да, это сложная история, хотя мы прекрасно понимаем, что это огромная площадка, огромная аудитория для донесения своего продукта. В каких соцсетях мы есть? В каких соцсетях мы есть? Вконтакте? Есть. Это наша, наверное, самая старая, древняя соцсеть, где у нас достаточное количество подписчиков, слушателей, которые ждут от нас того или иного контента. Это общение с вами, эта монологическая наша сегодняшняя с вами беседа, тоже, я думаю, мы ее обязательно зарепостим. Мы есть в Ютубе, который, я считаю, что из всех наших соцсетей сейчас самая динамично развивающаяся по числу прироста подписчиков, по качеству лайков, по практической отсутствии дизлайков, и каждое наше видео принимается на ура. Также благодаря нашему прекрасному режиссеру, нашему другу, мы дружим, дружим с семьями, Михаилу Куликову. Его роль в этом тоже достаточно велика, но также Валерий до этого сказал, что очень важно, что мы на пути музыканта, в любом, наверное, в деле, бизнесе, в жизни, даже в личных отношениях, нужно нарваться, не нужно или больно нарваться на непорядочных людей. так вот, которые находятся за бэкстейджем всего действия, действия под названием... За бэкстейджем. Да, 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 да. Группа Тестостерон, вот YouTube. У нас была фактически мертвая соцсеть, но появился такой человек, менеджер нашего канала, Вадим Рагбари, очень талантливый парень, который настраивает каждое видео, рекламку. Даже, я не знаю, мы приветствие какое-то выложили, там, привет, это группа Тестостерон, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Он это так настроит, он это так классно сделает, он так правильно теги составит. К примеру, там, один из тегов, да, это видео залетает в топ, или топовое видео. Люди ищут топовое видео, раз Тестостерон вылетает, это все работа. И вот до этого все пять-шесть лет нам было сложно. Сразу видно, кто у нас администрирует все, да? Он сразу углубляется туда. В каких соцсетях поесть? Конечно, брат, я же должен рассказать детали этих соцсетей, Ютуб, тебе будет предоставлено слово. Я не буду говорить. Ну не говори. Инстаграм. Инстаграм сейчас та соцсеть, которая, в принципе, сама по себе как-то чувствуется, что она сдает позиции под натиском ТикТока и ТикТокеров. Мои дорогие ТикТокеры. Поэтому в Инстаграме тоже у нас все неплохо, активно, когда мы активничаем сами, и наши подписчики отвечают взаимностью. Сейчас я бы назвал двигателем группы Тесосторон Ютуб-канал. Инстаграм. Ежедневно выкладываем что-то, ну не ежедневно, но раза 3-4 недели выкладываем туда либо фоточку миленькую, или мою, или Валерии, либо какую-нибудь виду. Либо общую. Либо общую, да. Мы все-таки группа. Мой брат Валерий. Мой Валерий брат. Сам провожу. Раньше, когда не было Эппла, проводил ВКонтакте много времени, просто музыка. Сейчас это просто неудобно. В Ютубе много передач смотрю всевозможных, активно пользуюсь. Инстаграм. Да не знаю, какая-то вот залипательная вещь. Сидишь, просто листаешь, что машины, то есть какие-нибудь здания, природа. Инстаграм, инстаграм, ютуб. Ну да, листаю здания, нравится мне красивое здание. Что я тебе сделать могу? Я на Пинтерст подписан, если кто знает, что это такое. А там классные картинки, интерьеры. Я тоже смотрю. А я на группу Old Benz подписан, там старые Мерседесы, там BMW, это Old Benz, типа Ben, да? Old Benz. Не, Benz. Mercedes Benz. Benz. Гундосов. Benz. Benz. Гениталии. Это всем присылают. Не без этого, но всем артистам присылают. Ну, женские. А тебе эндрии какие? Валерий, такой лопусечка. Дайте, пожалуйста, телефон Валерий. Есть такое дело. Здравствуйте, как ваши дела? Как Валерий? Знаешь, везде Валерий? Я просто читаю подряд, ничего даже не листаю. О, Страна ФМ нас отметила тут. А Страна ФМ что пишет? Дайте номер Валерий, он такой лопусечка. Ну, может быть. Все как все? Это мой знаменитый шарм. Спасибо вам большое за ваше творчество. Спасибо вам огромное всего это сердце. Знаете, расчет моей скабрезной шутки, это не совсем шутка. Когда мы начинали, вот такого было очень-очень много. То ли музыка поменялась, то ли мы выросли, то ли, то ли активная фаза вот такой категории людей. Наверное, все волнообразно в этой жизни. Сейчас где-то внизу, сейчас этого стало меньше. Сейчас вежливо, на вы все. Сейчас достаточно вежливо общаются и узнают, как дела, когда выйдет новая песня. Вот. Да. Мы не про это. В общем, спрашивают, как дела, когда выйдет новая песня, а почему так редко выпускаем. Выпускаешь раз в два месяца, говорит, редко. Ну, это хорошо. Или выпустил песню через три дня. Когда новая песня выйдет? Вы че? Вот это ты тоже пишет. Вы че? Это прикольно. В общем, такие какие-то сообщения пишут много часто. Столу пусечка пишет. Да мы, опять же, я хотел бы сказать, то, что я уже говорил, мы же ничего экстравагантного не делаем. Я именно это слово употребляю. Не какое-нибудь там неординарное или что-нибудь, чтобы вернуться к той теме. Что бы нас особо хейтить, да и не знаю. Давайте пример. Можно экскурс сделаем? Маленький. Если не против, мы сделаем маленький экскурс. Ну, минут на 30. Песня «Карамель». Нет, 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 нет. А давай на 30. Зачитаю 20. А я хочу посчитать. Я хочу. 20 сообщений. 20 сообщений. Причем вот, чтобы честно было, не выборочно. Первое. Один день назад. Ну, ты и мразь. Суперпесня. Помню, слушал этот трек год назад. Вот снова вернулся. Этот шедевр послушать. Пишите в описании текст песни. Завтра высшая категория. Я не могу облажаться. «Карамель» меня расплавила. Вдрызг. Песня «Ураган». Мотив подхватывает тело в круговорот. Движение душа отлетает. Восмидесятые. Дальше. Молодцы. Круто получилось. Вы лучшие. Дальше. Уже 10 раз прослушиваю. Я не могу насладиться девушкой в клипе. Топ. Особенно блондинка. Песня «Бомба». На повторе уже несколько дней. Слушаю музыку 80-х с 2004 года и скажу, что вам удалось воссоздать атмосферу той эпохи. Шикарно. Клип зачет. Уже сколько раз говорю, что очень люблю вас. Песня «Стопыгра». Сколько комментариев там? Сейчас скажу. Три с половиной тысячи комментариев. Сейчас, секунду. Да-да-да. Интерацию. Пятнадцать тысяч лайков. Пятьсот дизлайков. Вот и не все хейтеры. Спесня «Стопыгра». Одна тысяча про комментариев. Комментарии. Не люблю попсу, но в той стороне это что-то другое тощусь от их песен. Кто этот негодяй, кто создал такую чудесную бас-партию в куплетах? Это просто волшебно. Ребята, это шедевр. Трек «Бомба». Вы единственные, кто радует. Наконец-то дождалась «Ура». Ну вот так можно прочитать. Сейчас листаю, 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 рандомно натыкаясь на любой. Молодцы, как всегда успехов. В той стороне ваши голоса ретят в душу. Песня «Скучаю по тебе» пять лет назад. Там может быть жесть. А я про это и хочу. Я хочу честную беседу с вами вести. Вот пять лет назад наше творчество. То ли мы поменялись, то ли люди поменялись. Обожаю эту группу. Какая яркая ночная песня. Очень круто. Саксофон. Как это красиво. Вот я листаю в самый зачаток. Не последние сообщения, а вот то, что было четыре года назад, пять лет назад. Вот под песней «Скучаю по тебе». Блин, не страшно. Одна из наших первых песен. Дальше. Так. Клип парня в роли девушки. Второй. Мразиш. Дальше. Тупизм мажорных. Дальше. Что касается меня, не зацепило. О боже. Какой мужчина позор. Дальше. Бред. Актерское мастерство ужасное у обоих парней. Дальше. Это говорит о нашем прогрессе? Да? Какой? Китай читает. Интересно. Какой манерный привет. Перевор. Хотя песенка милая, если посмотреть. Колхозные геи. Ужас. 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 Дальше. Колхозные геи. Следующий пишет. So gay. Дальше. Мне не понравилось. Как-то вальяжно. Нет грусти в голосе. Ничего нет. Какое я скучаю по тебе. Это же бред силой кобылы. А лошадь и то лучше ржет. Мне очень нравится. Парни молодцы. Так держать голоса супер. Еще. Еще в начало. В начало листай. А потом. Я люблю. Я люблю читать негативные. Я ржу. Правда я ржу. Не мы все равно. Побольше пишите. Губатова нужно убрать. Это меня наверное. Не знаю. Может и я. Следующий пишет. Они не ги. Как можно подумать по клипу. Они братья. Но это не меняет того, что это фуфло сваное. Листай дальше. Дальше. Тестостерон подразумевает высокий уровень. Не плохие читай. Мужественности. Тестостерон. Я подумала песни правда. Это там и плохое. Мужественности минимум. Больше эстрогенами пахнет. Название им явно не подходит. Эстрогены. То есть женские половые гормоны им подходят больше. Дальше поехали. Песня хорошая. Клип средний. В целом норм. Дальше. Мне слабо, но все-таки надо чуть внятнее петь. Я тоже пою. Вам мой совет. Без обид. До того, как это стало мейнстримом. Второе. Два на автотюненных быдлана стали звездами типа. Дальше. Какой ужас. Жуть какая. Один чурится, когда поет. А другой губы выворачивает. Вытворяет странные вещи, сидя в кресле. Это ты сидя в кресле. Я знаю. Дальше секунды, двадцать четвертой секунды. Прошло шесть лет я помню комет. И мебель в клипы похожа. Как это было больно тогда. Сейчас мы что? Похожа, что из дешевого кожзама. Это какие-то мажоры из Ирюпинска. Слышь, эксперт по музыке. Какое ваше дело, какой мой комет? Вас это что, бесит? Или что не читаете моих комментов? И не надо мне указывать, что мне слушают. Это, видимо, перепалка какая-то. Слушай, давай новые теперь почитаем. Мне интересно, что за шесть лет произошло. Из этой же песни? Да, из этой же, да. Хуйта. Говно. Нет, извините, новые. Сначала новые. Давай, хорошо, включаем новые. Вот интересно пошло. Интересно, интересно. Интересный монолог пошел. Прошло шесть лет, что поменялось с этой песней? Смотрите, вот три дня назад. Жизненные песни. Сейчас таких мало. Правда, вот. Это вот эта же песня, но последний там... Сегодня, вчерашний комментарий. Ну, вчерашний день, да. Неделю назад написала Надежда Журба. Песня классная, супер. Неделю назад Олеся Антонова. Классная песня, отличная группа. Ну, просто последняя еще. Песня бомба, удачи вам, пацаны, супер. Молодцы, ребята. Какая-то старая баба. Но это ладно, это в клипе, наверное, кто-то играет, наверное. Я даже знаю, кто. Возможно. Когда человек скучает, он найдет время и будет действовать, а не скучать. Но это, видимо, про сюжет клипа. Дальше. Крутейшая песня. Классно, свежее дыхание, весна, любовь, не оторваться снова и снова. Ну, красавцы. Люди доросли до нашей музыки. Да. Услышал этот шедевр в режим флэш. Трек огонь, крутые ребята. Спасибо вам за ваше творчество. Просто лошадные треки. Я просто знаю, что новые хорошие. Как же так получается? Почти каждая песня, связанная с историей моей единственной любви. Вы лучшие. Просто супер песня. Мои любимые. Поначалу думал о фрике. Нет, красавчики. Развивайтесь. Будьте знаменитыми. Просто супер. Песня красивая. Молодцы. А ничего. Заскочила. Простите за грубый коммер. Удачи, мальчишка. Простите, если ошибаюсь. Творческих успехов. В лучшем случае. Господи, какие вы красивые. Я вас люблю. Ну, в общем, я думаю, что у нас просто возросла база поклонников. Они начинают смотреть все, что мы делали раньше. Мне кажется, в то время мы были, как мы сейчас обсуждаем, наверное, для них мы такими казались. Но на фоне того, что сегодня происходит, какой шлаг в музыке, наверное, мы боги сегодня просто. Это мое мнение. Мы боги сегодня. Нет, я думаю, что наши поклонники, которые слушают нашу музыку, сейчас мы делаем, правда, классно, мне очень нравится. Все качественно, и клипы хорошие, и музыка хорошая. Ну, нравится мне. Кстати, у нас песня скоро будет. И мне нравится, нравится. Хорошая песня будет, да. И мне нравится, нравится. И мне нравится, нравится. Хорошая песня. В общем, я думаю, что просто люди начинают знакомиться с тем, что мы делали ранее. Последние года три у нас вот из там 20 тысяч комментариев взять будет 10 плохих из 20 тысяч из всех. Поэтому хейта очень мало. К хейту относимся с юмором. Почему? Потому что его немного. Вот тогда, когда его было много, вот только мы... Это наша первая песня, Андрей. Первую песню. Ребят, я вам скажу так. Было больно? Ребят, в музыке мы порвем всех. Высшее образование и мы. Высшее образование и граждане Российской Федерации. Если человек с 15 до 20 лет стал успешным блогером, делает колоссальные деньги, ему не нужно образование. Он сам что-то выдумал такое, чему его не научат нигде. Он сам научит кого угодно. Есть другая сторона, вот как наша сестра. Престижная. Она получила прекрасное образование. Несколько университетов. У нее два высших образования. Плюс европейское высшее образование. В качестве магистратуры, да? Хорошие бабки сейчас делают. Вот ей надо образование. У нее дорога другая. Она идет корпоративным путем, и ей необходимо образование. Но более того, тут тоже вопрос можно разделить. Есть те, кто учатся так, как я учился. И как я, например. Потому что мы учились, мы ходили на пару, но нас это не очень интересовало. Мы этим не болели. Мы болели музыкой, машинами, девочками. Свои были какие-то пацанячьи увлечения. У нашей сестры совсем другие. Она трудится, она всегда любила учиться, и нравится развиваться. И она постоянно что-то учит, постоянно развивает. Все зависит от каждого индивидуального человека. Имея при этом прекрасную внешность. Это не человек, который реализуется в чем-то. Она, в принципе, во всем реализована. Она так устроена, и все, она учится. И ей высшее образование необходимо. То есть нужно уметь себя просканировать и понять, что тебе надо. А если ты будешь заниматься блогингом, ну, наверное, тебе надо много читать, надо много смотреть. Самообразование. Мне нравится, что в нашей стране сохранился престиж образования. Что это престижно, в принципе. И стыдно не сказать, что у тебя там нет какого-либо образования. Мне кажется, это неплохо, это хорошо. И скорее, наверное, оно, наверное, нужно. А параллельно можешь заниматься хоть блогингом. Как, знаете, говорят матеря часто своим преимущественно дочерям. Вот бросит он тебя. Вот отнимет у тебя машины, заработанные тобой уже. Вот отнимет у тебя квартиры. Отнимет у тебя твои цацки. Куда ты пойдешь? Под забором останешься. Внешность пройдет. Все пройдет. А у тебя нет ни образования, ни карьеры. Ничего. Поэтому решайте сами. Нужно ли образование в Российской Федерации? Или нужно? Я считаю, что нужно. Блогер такой, блогер, защитил свою точку зрения. Блогеры, красавцы, надо блогерами. Хорошо. Быть. Вот. Юридическое и экономическое. Два образования. Я окончил университет нефтегаза имени Ивана Михайловича Губкина. Пытался защитить кандидацию по юриспруденции. Сдал все кандидатские минимумы. Кандидатскую написал, но забросил на это дело, потому что я мудак. У меня хорошее образование, как у Валерии. Историка Куба. Да? Все? Понятно. Не курим. Даже не пробовали сигареты. Кальяны пробовали. Как грузины мы должны пить. Мы умеем пить. Но мы не алкаши. Алкаши? Я очень любил в свое время застолье. Любил алкоголь. Сейчас я прохожу мимо. То есть на какой-то зависимости или привычке речи точно никогда не шло. Один раз сели, мы смотрели, извини, перебью тебя, сели один раз с ним перед зеркалом вдвоем вот так вот. После очередного застолья смотрим, но губик кинза висит. Ты здесь какой-то придумывать не было. Ты хуйку несет вообще. Ему это свойственно причем. Он сочиняет хуйку. Что-то в голову пришел, даже не сформировал шутку. Придумай, я тебя прикрою пока, потом умную шутку. Сейчас мы реже пьем. Я про себя скажу. Я не пью вообще. Пью крайне редко, пару раз в год, потому что занимаюсь спортом. Не хочу иметь похмелья, мне это очень неприятно. Курить не курю. Раньше грыз ногти когда-то, но бросил. Так что вредных привычек, наверное, не имею. Спать люблю очень. Но это, наверное, не привычка. Это ужасная привычка. Мой друг Денис сказал, говорит, я так не хотел свою дочь назвать Софья, но назвал ее Анна Софье. Я был так против, говорит, не дай бог, не дай бог, чтобы я с именем Соня обрек ее на то, что она бы говорит, до десяти утра спала, до десяти утра. Поэтому. Ну, это у него, значит, есть какие-то фобии. Какая-нибудь, я не знаю, сон, что у нас соннофобия. Вредные привычки, вы знаете, я считаю, что нужно быть откровенным человеком. В отличие от брата моего. Нужно быть откровенным. Наркотики нет? То вообще нет. Сигареты категорически нет. Если какое-то хорошее застолье, или компания хорошая, еще что-то там, ну, раз в месяц, к примеру, выпьешь хорошенько. Причем у меня есть такое свойство, я не могу там пять рюмок выпить. Свойство кишечника ты имеешь вот этого? Организма моего, и моего нутра, и моего характера. Нужно вот все пьют до конца выпить. Вот если на утро не выпью бутылку пива, меня не отпустят. Вот, это моя привычка. Ну, то есть понятно, да, похмеляется человек. Ну, можно и так назвать, да. Вот оно что. Ну все, третий день я куколка. Нет, я вообще привязываю употребление алкоголя к закуске. Я это приравниваю и приурочиваю. Если уж я вдруг выпиваю, то по тематическому какую-то... Вечеринку. Вечеринку, да. По тематическому кухню какую-то там. Вино с мясом, я не знаю, там, виски с чем-нибудь копченым. Вот, копченый. Тогда, да, и я могу остановиться спокойно. Я вообще люблю выпить 3-5 рюма крепкого алкоголя. Не знаю, там, бутылочку вина, наверное, могу выпить. Ну, потому что меньше-мало. Ну, вот в этом я не дороже своего... Для моего варили брата. Ну, нет, я бы сказал не так. Я думаю, что у нас разный порог. Андрея порог, когда он не может остановиться после одной рюмки. У меня порог, когда я не могу остановиться после семи, наверное. Если вдруг вот я пью, пью, весь день сижу за столом, выпиваю, выпиваю. И потом... А потом думай, все, газуем. Тогда да, я могу очень много выпить. Я за литр водки, там, виски или коньяка не один раз перешагивал. Ну, что мы сейчас будем сидеть, настроить и себя... В нормальном, вменяемом состоянии. Я могу дать угля. Нормальные мужики. Нормальные мужики. Нет, он говорит, слушай, мы с племянником в городе, говорит, приезжай. Ну, я племянника очень люблю. Это просто такое чудо, ребенок. Сина мой, сина. Ну, конечно, да. Я, конечно, сразу же приехал к нему потискать туда-сюда. И мы там, Андрей, машину выбирал себе. Посмотрели машину. Мы тут с ребенком. Ну, давай, да поехали в хинкальную. Я говорю, ну, поехали. А я за рулем. И, значит, он заказывает там, можно соленья, можно сациви, хачапури, хинкали и водку. Я уже вернулся. Вот. И он все это заказывает. Я сижу и... Он-то с меня не говорит, типа, давай выпьем и так далее. А причем очень много соленья вот такое. Смотри, у него семена течет. И, значит, ну, в общем, накачал он меня. Он говорит, будешь пить? Я говорю, буду. Сразу же. Вот. А до этого я... Водка кружится. Я выпивал... Нет, я много выпил в тот вечер. Всегда хорошая водка. Много виски, много водки, много коньяка. И вот, и я, значит, если... Друзья подарили большой мангал кавказский. Если хорошее какое-нибудь мясо, то я там три рюмочки. Единая Россия нужно свергнуть, нужно всех посадить. Нет, ну, я не знаю насчет политики. Андрей, по политике у вас Андрей, на самом деле. Я по политике, я вам скажу следующее. Вот почему-то все то, что связано с тем, чтобы как-то хаять власть, это модно. И если ты не хаешь, ты трус. Если ты имеешь свое мнение определенное, значит, тебя купили. Я вам отвечу так. Мы попутешествовали по разным странам. Да, есть сверхблагополучные европейские страны. Да, есть страны Ближнего Востока с серьезной диктатурой. Да, есть там Соединенные Штаты Америки со своими глобальными проблемами. В каждой стране есть проблема. Есть многое то, что устраивает сегодня в нашей стране, многое то, чего не устраивает, устраивает. То, что даже сейчас по Москве пройтись по улицам настолько безопасно, что когда я был в Санкт-Франциско, я не знал, куда деться. Было страшно идти. Есть видео, где разбили Андрею Арендову. Да, есть видео, где машину мне разбили, вытащили там планшет и так далее. То есть в самом центре Санкт-Франциско. Всю машину ограбили. Сейчас у нас гораздо спокойнее, гораздо... Я не буду употреблять слово стабильность, но по улицам хоть ночью в центре Москвы, и даже не в центре, и даже на самых окраинах, я чувствую себя спокойно. Я даже могу машину открытой оставить. Это то, что мне нравится. Мне нравится то, что в целом уровень жизни нашего населения не соответствует национальным богатствам нашей страны. Ну, как говорится, сейчас и пандемия наложилась, и многие внешние экономические факторы, и санкции, и не санкции, и объективные, и субъективные. Но так как мы патриоты своей страны, все они для нас не объективны. В целом, мы можем сказать, что в другую страну переезжать мы не хотим. В целом, как бы даже нам тяжело. Все просто потому что думают, что у нас артисты, я не люблю это слово, там, звезды на хороших машинах ездят. Значит, все классно, все в роскоши окупаемся, все хорошо. И ипотечники, как все. Да, и нам нелегко, нам тяжело. Мы также выискиваем эти деньги на каждую премьеру. Да, есть что одеть, что покушать. Сделаешь пост, ребенок болеет. Ага, а сами-то выложили бы. Господи, ну, во-первых, кто знает, что мы перечислили. Откуда вы знаете, что мы перечислили? Мы какие-то копеечки перечисляем. Ну, конечно, сотни тысяч мы не перечисляем, что у нас нет этих возможностей. Предоставляя своей соцсети с удовольствием, с благими намерениями, мы не будем игру делать и пиар себе на чем-то горе. Информация стоит денег. Пост у популярных людей тоже стоит денег. Мы с удовольствием и этим тоже помогаем. Плюс мы сами какие-то деньги тоже адекватные перечисляем. Потому что я к чему? К тому, когда мы всем миром лечим детей, это очень сейчас популярная тема. Кто-то когда-то до этого додумался и громко сказал, и теперь все это повторяют, что когда мы лечим наших детей вот так, собирая деньги, позорно, это минус. Когда блогер разбивается на садовом кольце, из этого делают супер какое-то событие, и по всем каналам делают... И с собой уносит, если не уносит в реанимацию женщину. Да, у этого есть большой минус. Но мне не нравится, когда начинают это все перерабатывать СМИ, делать из этого суперинфоповод, супер пристальное внимание. У нас очень много... Отвлекая от насущных проблем. Да, у нас очень много появилось того, ну когда ломают судьбы, потому что приковано к ним слишком много внимания. Поэтому политика штука очень неоднозначная. Еще что я хочу сказать. Я могу относиться к президенту нашей страны по-разному. Я как гражданин имею быть чем-то довольным, чем-то недовольным. Я считаю так. Но когда кто-то за рубежом... Я это слышал, у кого-то известная актриса, она давала интервью, взрослая женщина, не помню кто. Она говорила, ну когда на моего президента кто-то говорит плохо, у меня ощущение, что оскорбляет мой флаг. То есть для меня, хоть он у нас и говорят, что долго слишком сидит, пересидел какие-то сроки, я открыто говорю сейчас, да? Для меня мой президент. Если его оскорбляют, мне это неприятно. Но у всего есть свои минусы. И минусов сейчас не по пальцам посчитать. Их много. Подчеркиваем. Никаких государственных концертов, где мы постоянно бы участвовали, у нас нет. Никаких государственных подпиток нет. Никаких госпрограммах мы не участвуем. Никаких рекламах мы не участвуем. Нигде. Это наше сугубо частное мнение. Мы не продались, мы не продажны, и нас в этом обвинять не надо. Нам никто из администрации президента никогда не звонил, ничего не предлагал. Мы ничего не рекламировали. Нас ничего не просили рекламировать. Сами мы не вызывались. Мы никогда ни в чем не участвовали. кто нас никуда не звал, в конце концов. Поэтому это действительно... Есть вещи, которые нравятся. Социальная политика категорически не нравится. Не нравится то, что творится с образованием, не нравится то, что творится с медициной, особенно в контексте пандемии. Нравится стабильность, безопасность границ. Нравится очевидное поднятие уровня благосостояния нашей армии. Вот это я хотел отметить. Вспомните, принято сейчас, модно там, вспомните, что было в 90-х. Ну, действительно, было страшно. Поэтому многое сейчас хорошо, минусы есть. Ипотечная политика прекрасная опять же появилась. Ее же не было, она сделана. Но раньше было очередное жилье. В какой-то момент был его бум, и многие получили в 70-80-е годы. В начале 80-х, до перестройки. Поэтому у нас много моментов, где есть плюсы, много, где есть минусы. Назовите страну, где нет минусов. Германия. Куда все стремятся? Кроме нас, наверное. Мы никогда не стремимся. Насилуют женщин прямо на улице. Выходцы из Ближнего Востока. Толерантные мужики стоят. Выходцы из Ближнего Востока, а мужики стоят и смотрят. Единственное, только выходцы из России, немцы, которые от нас уехали, Да, они там наши входят. И что это хорошо? Я не хочу в такой стране жить. Мы с ним в одно и ту же? Или я в свое много раз? Я в свое много раз могу в Андрюхе, но вообще никогда. Но не было такого, нет. С вашего позволения, это, наверное, единственное лирическое отступление, которое я хотел бы сделать сегодня. Дорогие подписчики, зрители канала Страна.ФМ, я считаю, что личное, интимное, на то оно личное и интимное, можно я его ставлю вот здесь? Вот здесь. Я не буду об этом говорить. Это подкаблучники все это говорят. Простите. Простите. Ну, я всегда считал себя влюбчивым человеком, да, но я очень постоянен при этом. Я очень постоянен, но я вот, если у меня бывали в этой жизни отношения, ну, в данный момент есть, то я прям вообще все, я все. Вы поняли. Я тоже могу сказать, добавить. Он сам себе добавит может еще. Есть люди, у которых природа или что-то. Есть какие-то дефекты, мы же все не делаем. Или авария какая-то, да. Ну, или нет у девчонки, но она хочет, да, в пределах разумного. Вообще все нормально. Вопросов нет. Но когда это мода, и когда ты сюда себе вкачиваешь губы столько, что смотришь, и одно слово только. Соска. Ну, реально, да. Да? Он прав. Я считаю, что... Это вульгарно. Особенно, когда в задницу себе закачивают. Это вульгарно. Это все очень вульгарно. А здесь вот эти шары зачем? Он, правда, ему покоя не дает, да? Как я к этому отношусь? Когда все становятся выходцами из одного лепрозория, именно как... Имени Люксембург? Розы Люксембург. Да. Клара Центкин хотел сказать. Вот. Это не есть хорошо. Все руки. Я хочу сказать вам так. Купила себе кроссовки в позапрошлом году, недорогие за 80 тысяч рублей. Я не езжу в метро, потому что мне это неудобно. По роду деятельности удобнее на автомобиле передвигаться. Вот кому-то удобнее на метро. Но в метрополис, когда заходишь в торговый центр, там есть переход из метро. И вот все люди шли в этих кроссовках филла. Ну, все. Потом они стали разноцветные, персиковые какие-то, появились розовые. Но вот я их наделал два раза. А так как у нас еще и автобизнес, ты часто ходишь по маслу. У нас автосервис по ремонту моторов. И значит, я прихожу на работу, все, я обуваю их, и теперь я стал ходить в них там. То же самое я могу сказать о внешности. Бог создал людей разными. Есть, конечно же, какие-то в виду на стадии вынашивания плода какие-то нарушения у женщины, и что-то с ребенком совершается не так. Это подтверждение слов Андрея. Медицина прекрасна, прекрасна. Медицина поднять, можно. Прекрасно развивается. Поддерживаете? И ее благами надо пользоваться. Но пользоваться разумно. Как разумно? Пользоваться самой природой, рационально. Не загрязнять ее. Также нельзя загрязнять свое тело. Я не люблю татуировки, но бывают очень красивые. Бывают они кому-то идут. Но когда все заходишь ты, и все творчески набит кабинет людьми, и они все в татуировках с ног до головы одинаковые, это плохо. Потому что это становится одинаковым. Взрослая группа сразу чувствуется, да? Кому-то очень идет. Деды говорят. Пирсинг. Бывает очень прикольно. Две сережки в ухе. Бывает очень прикольно. Пупочечки. Ну, на губе вот здесь делают девчонки, да? Ну, то есть на своей девушке я бы этого, может быть, не хотел. На языке делают. На языке делают. Это другая история. Кругляшок такой. Но кому-то это очень идет. Что касается какого-то тюнинга именно операционного в плане груди, ну, грудь, наверное, можно немного сделать тому, кому она необходима. По этому вопросу комплекс. Комплекс, да? Если человек чувствует себя неполноценно, вот как будто бы, я не знаю, одна нога, короче, да? Такое же бывает. Ну, почему бы не поправить ее? Ну, когда это становится вульгарным, вот такой вот декольте, и все это вываливается вот сюда и превращается в блядство, мне это не нравится. Накачанные губы, что нарушается артикуляция, ну, вот приблизительно так, мимика и вообще мускулатура лицевых мышц. Вот, представляете, вот мама обращается к вам, девушка говорит, я люблю тебя, ничего не пашет, что она говорит, ничего не говорит, что он говорит, а она так язык подвертая, да, да, да. В общем, мне не нравится, когда все становятся одинаковые, губы и грудь, это, когда начинается перебор, это плохо. Я за естественную красоту абсолютно точно, люди разные, девушки разные, и когда ты встаешь в ряд все с грудью, все блондинки, все с губами, все со скулами вот этими модными, блевать хочется. Вот когда стоит 10 разных девчонок, ты всех рассмотришь. Ну, мужчина, ты, вот пусть обижаются дамы на это, но ты все равно оценишь. Ты все равно встанешь руки в карманы и будешь смотреть. Не обязательно, что ты что-то должен там делать, ходить, что-то себе позволять, но мы же все-таки мужчины, молодые мужчины, конечно, мы оцениваем женскую красоту. И это, я считаю, нормально. Тестостерон не про деньги. На, смотри, смотри! На картах тоже пуста. Его Жириновский. Смотри, видела, видела! Все деньги, все деньги вот здесь вот, вот они все. Ты знаете, где еще все деньги? Вот, в музыке, в музыке все деньги. Вы их слушаете, мы вкладываем в музыку, все, что они заработают. Музыку слушайте. Какие суммы, я вам смотрю? Да какой их сумма? Мы обсуждали с одним очень видным деятелем музыкальным этот вопрос. Он говорит, я зарабатываю приличные деньги, это очень состоятельный человек, с недавних пор, сделал сам себя абсолютно. Кто? Не скажу, кто. Это будет некорректно. Это будет некорректно, нельзя говорить. Мне скажи на ушко. Я не скажу никому. Да? Вот, ну, не догадался, что ли? Не, не догадался. Вот, и он говорит, что у меня в месяц на семью уходит миллион, мама, папа, может быть, сестра, по-моему, тоже есть, сестра, дети, не ребенок, ну, неважно, дети, да, жена, содержание домов, счетов, все, что у нас у всех. Ничего не осталось. На меня уходит 50 тысяч рублей, мне на меня хватит месяц, полтинник мне хватит тоже, вообще легко за глаза. Вещи, ну, постольку, поскольку мы, я не скажу, чтобы как-то там... Вычурные какие-то бальманы носим, нет, конечно? Левис, Мартинс, мы достаточно просто одеваемся, и музыка наша тоже к этому располагает, поэтому... Да, машины должны быть классные. Ну, то есть 50 тысяч рублей... Математично в этом счете, надо так рассчитывать, как инженера или, я не знаю, кого-нибудь там, бухгалтера, нельзя, потому что для нас одежда это часто образа, и, ну, тут это уже можно расценивать как затраты на музыку. Не, мне лично нужна сотка. Сот, 100 тысяч рублей мне нужно, объясню почему. Я люблю ресторан, я люблю кайф, кайф я люблю. Рестораны, братан. Поэтому зайдешь, не обязательно в какой-нибудь самом центре самый какой-нибудь там крутой, не, в хорошую хинкальную зайти, в хороший шашлык зайти покушать. Ну, ладно, сотка, да. Сотка. Сотка, да. Не, ну, полтинник мне бы хватило, честно. Не, сотка. Мне бы хватило. Я тебя приглашу. Чтобы, чтобы чувствовать себя, ну, вообще нормально, лично на себя, вот чисто на меня, полтинник хватило бы 50-100. 50 минимум. 100, это я буду заправлен, это я буду очень вкусно одет, это я даже перед каким-нибудь клипом в солярии зайду один раз. Мне хватит. В солярии. Бесит кидалые непорядочные люди в шоу-бизнесе, бесит то, что тогда, когда я вхожу в спортивный режим, я начинаю заболевать каким-нибудь, крипом непонятным. Это меня очень всегда бесит, это меня очень сильно бесит. Бесит, что постоянно на все, чего я бы не запланировал, в плане музыки, в плане там, я не знаю, хочется лучше машину, не хватает денег. Это вот три вещи, которые меня бесят. Мне нравится наша музыка. Мне нравится мой сын и мой племянник. Мне нравятся трудности, с которыми успешно справляюсь. Мне нравятся трудности. Это закаляет, потому что иначе расслабляешься, превращаешься в труху, в музыкальную труху. Уже теряешь связь с реальностью. Перестаешь наблюдать за определенными те же самые, мы говорим о музыке, тенденциями музыкальными, и делаешь, повторяешься, делаешь одно и то же, не развиваешься. Мне нравятся трудности, дорогие мои. Первый пункт, чего не нравится. Не нравятся напыщенные люди, не нравятся... Не представляющие из себя ничего. Да, не нравятся продажные люди, в частности продажные женщины. Это второе. Это первое. Это все первый пункт. Ни хрена себе у тебя пункт. То есть у меня вот этот первый пункт, он про людей, что мне не нравится в людях. Мне не нравятся непорядочные люди, обманщики. Мне не нравятся меркантильные. Женщины, мужчины, не перемеркантильные точно. Строящие из себя хотя сами ничего. А в людях... Ну, необязательности я не люблю в людях. Когда люди не держат свое слово. Я очень не люблю. Это все первый пункт. Да, это все первый пункт. Поехали, по второму. Второй пункт, что мне не нравится еще. Мне не нравится, когда готовят без души, и тебе подают на стол, ты должен это есть, жри сама, жри сам. Сами жрите. Я это не буду есть. Если это очень просто приготовлено из душой, видишь, что человек старался, это будет точно вкусно. Нючок порезан. Да, да, да. Хорошая селедочка. К водке перевожу, да? Да. Это все может быть очень вкусно. Вот когда вот это вот просто приготовил все, я опаздываю, тарелкой в морду хочется засунуть. Вот я говорю, ну спасибо. Сиди, торгерзый, жириновский такой. Вот. Что мне еще не нравится? Мне не нравится, что наша жизнь сейчас стала очень дорогой. Нужно... Телефоны супердорогие, одежда супердорогая. Все стало очень-очень дорого. Нужно очень много... Машины подорожали, я не знаю как. На миллион за год подорожали. Очень много на это средств. И на дну... Не получается как-то заниматься только тем, что тебе доставляет удовольствие. Надо еще постоянно... Тихо на себя добывать. Постоянно думать о том, чтобы принести в семью, чтобы... Пару копеек принести, положить. Помогает мне ведь у всех вопросов. Брат есть брат. Что мне нравится? Мне очень нравится заниматься спортом. Мне нравится делать людей счастливыми. Мне очень нравится, когда мои близкие, вот они рады. Я очень радуюсь, когда там, я не знаю, Андрею одежду мы выбираем в сцене, и получается хорошо. Я прям очень радуюсь. Не на сцену даже просто, на что мне надеть. Вот если хорошо подобрал, ему шмутки я. Мне очень нравится. Он постоянно повернись так, повернись так, дай я посмотрю вот так. Дай посмотрю, какая у тебя талия. Дай посмотрю, какие плечи у тебя большие. Какой-то хороший форме. А посмотри, какое соотношение у тебя плеч и задница. Я ему это говорю, да, на самом деле. Говорю, ты в отличной форме, молодец. Если в отличной. Если в отличной. Если в херовой. Если в херовой, не, он вот так. Подбородок у тебя двойной, да, повеляется у тебя. Братан, бачки. Бачки, братан, бачки. Бачки у тебя уже все, да. Я сам не ситуирую, там у меня больное место, бачки. Сейчас нет, но есть. Мы друг друга называем достойный представитель семейства Бакам. Да, у нас много всяких приедет. Один пункт я назвал, да? Или что мне нравится? Не, мне нравится заниматься спортом. Людей счастливы. Мне нравится заниматься спортом, чувствовать себя вообще... Вот я, если не занимаюсь спортом, вчера я рано встал, я не люблю рано вставать, и проспал. Блин, это твой блиц? Час уже. Ну и что? Третий, любишь людей счастливыми делать, все? Второй был, б***ь. Нет. Возвращаясь, я... Первый был про говняных людей. Ты мне мешаешь. Так ты уже вылез за три, б***ь. Я уже про плюсы говорю. Это минусы были. Вылез ты. Вот. Первый, значит, плюс был, что я люблю заниматься спортом. Вот я вчера, вчера, я не позанимался спортом. Уставший домой пришел часов в 10 или в 11. Я начал экстренно заниматься, присел 200 раз, с блинами что-то поделал, пошел подтягиваться, потому что не могу. Ну, мне плохо становится. И никакой не атлет, ничего. Но мне плохо, когда я не занимаюсь. Вот. Люблю делать людей счастливыми. Ну, это нельзя сказать, люблю, наверное. Но люблю, когда все мои родные здоровы. Вот это самое важное. Вкусно поесть люблю, если пролюблю. А что для меня самое важное, чтобы мои близкие были живы и здоровы. Самое важное для меня. Мне не важен музыкальный успех. Мне не важно ничего. Вот это мне важнее всего. Старые два мудака, которые поют. Мы не будем играть на поле молодых никогда. К тому времени молодых для нас. Мы будем делать что-то соответствующее нашему возрасту. Но чтобы это было стильно. Старым пердуном тоже можно быть стильным. Да. Ты смотришь? На Челентано посмотрите. На Ленингравица посмотрите. На Том Джонса посмотрите. Да нет, на Ленингравица вообще пердуном старым. Вы его старым не назовешь. Тысяч пять лет. Ну его не назовешь, ты его видел. Вот. Можно быть стильным стариком. На Бубу Кигабидзе посмотрите. Он стильный. Да, он такой дедок стильный. На Разумбаума посмотрите. Он классный. Крутые мужики. На них приятно смотреть. У них есть шарм. У них есть обаяние. У них есть... Он, 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 Разумбаума, он и лысый. Ну, не какого-то там суперспортивного телесложения. Но он такой обаятельный. Да, и он такой мужик прям. На Познера посмотрите. Познера вообще красавчик. Познера вообще красавчик. Дэнди. Сколько ему лет? Восемь с чем-то, да, по-моему? Стиль одежды, ну, это вообще просто нечто. Нью-Йоркский дэнди. Речь, его образование, его интеллект. Это мы молчим. Таких, наверное, людей единицы. Мы себя видим примерно, вот, ориентируемся на... Ну, они в своем деле, они в своем деле, в каждом своем возрасте, они актуальны. Как мы себя видим, мы хотим быть актуальными, но мы не хотим, как Андрей сказал... Смешными быть. Быть смешными и играть в чью-то игру. Мы хотим делать свое. У нас есть свои поклонники. С каждым выходом нашей песни их прибавляется с какой-то песни на 30 человек, с какой-то на 500 человек, с какой-то на 5000 человек. И они прибавляются, и, как правило, не отступают от нас. Я думаю, что наши служители будут идти дальше вместе с нами, и в этой связи есть основания полагать, что мы будем как-то развиваться, прогрессировать. Вот мы сегодня комментарии почитали. Кстати, очень приятно выиграть эту B2, что 20 лет, что 30 лет назад, что сейчас. Андрей любит B2, но я уважаю. Наверное, прекрасный ориентир. Вакарчук, кстати, Океан Эльзы. Потрясающе. И внешняя форма. Да неизи, эфира потрясающая. Все старые... Брат, я с мужчинами ассоциирую нас, извини, конечно. Нет, я с музыкальными коллективами. Растремиться выпускать песни, клип, песни, клип, песни, клип, песни, клип, песни, клип, песни. Две еще не вышло, они уже готовы. В идеале. В идеале на двух-трех языках. В идеале. Самое главное в жизни – это честь. Берегите честь с молоду. Самое главное в жизни – это здоровье родных и близких. Это самое главное. А твоя честь, ну, если ты родился, тебя должны, вот уже как данность, тебя уже должны хорошо воспитать. Ты уже должен быть достойным человеком. То есть это вообще безоговорочная вещь. То есть ее ты, конечно, должен... Пожелание зрительное. Я желаю им чести. Должен. Я желаю им чести. Держите свою честь. Не совершайте подлых поступков. Не обманывайте. Нет, не так вопрос стоял. Просто я должен сказать, что самое главное в жизни – все. Я расшифровал. Самое главное в жизни – здоровье близких. Не так. Самое главное в этой жизни – это здоровье близких. Самое главное в этой жизни – честь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!